здравствуйте добро пожаловать на канал сегодняшнее видео будет распаковочным хочу сказать что у меня на канале есть очень много всевозможных распаковок все они объединены в плейлист ссылку на этот плейлист я оставлю в описании так что если вам интересен данный формат видео то обязательно посмотрите там есть распаковки игрушек всевозможных товаров для творчества каких-то детских предметов в общем тематика самая разнообразная вам будет из чего выбрать но кроме того я призываю вас не забывать подписываться на канал ставить пальчики вверх быть активным в комментариях и конечно же высказывать свое мнение я думаю что это интересно с точки зрения получения какого-то отклика вот и в принципе общение чтобы понимать что нравится что не нравится какие есть предложения советы впечатления об увиденном в общем будьте активны и мне это будет интересно и от меня вы тоже получите обратную связь ну а теперь давайте приступать уже непосредственно к этому видео оно посвящено распаковке от фирмы карера вот в данном случае как вы понимаете это автомобиль собственно вот он представлен такой зеленый сразу скажу что это автомобиль с пультом вот там в глубине виден пульт вот но конечно когда я открою коробку я вам все это покажу естественно максимально близко в детали но пока изучим с вами информацию которую нам дает производитель на коробке начнем с того что как он пишет здесь есть все необходимое оно уже включено то есть вам ничего дополнительно докупать не надо автомобиль может разгоняться до 12 километров в час собственно вот здесь нам указано что именно входит то есть вот батарейки адаптер я так понимаю что это usb наверное есть и провода в общем откроем коробку и убедимся в наличии всего этого кроме того здесь есть qr код вы можете его отсканировать и таким образом увидеть видео я честно скажу что я этого не делала ни при покупке ни до того вот мне честно говоря достаточно впечатление просто внешнего без того чтобы смотреть еще дополнительно что-то в сети далее указание 2 и 4 гигагерца время работы вплоть до 20 минут и о том что здесь есть разные колеса но это логично вот это поменьше это побольше в принципе заметно сразу смотрим дальше что у нас здесь здесь опять та информация что уже было сколько она работает и какие батареи прилагаются к этому кроме того указание о том что когда у вас закончится заряд заряжать необходимо примерно в течение 50 минут и машина выполнена в масштабе 1 к 20 давайте с вами теперь посмотрим на боковую панель и так мне кажется лучше это все видно и так здесь написано о том что до 16 машин могут ехать параллельно вот собственно пульт скажем так в более близком варианте вот и так о сколько у нас здесь информации давайте мы с вами еще посмотрим здесь а здесь просто показано о том что они есть в двух видах у нас вот такая зеленая есть еще синяя но в данном случае она называется оранжевая но мне кажется что это не принципиально и вот здесь внизу у нас тоже есть информация давайте наверное будем все это постепенно изучать да сейчас я постараюсь чтобы это все было в фокусе и мы с вами приступим и так о том что здесь включены две батарейки типа 3 а и то что из-за того что они включены она сразу готова к эксплуатации о том что она развивает высокую скорость до 12 километров в час о том что до 20 минут у вас должно хватить заряда батареи вот вот такая она 32 вольта 700 миллиампер дальше о том что в комплекте идет кабель зарядки usb и время для зарядки это примерно 50 минут как мы уже с вами видели дальше это технология 2 и 4 гигагерца а вот дальше о том что это колеса которые как бы вроде как накачанные в них есть давление то есть это вроде как не просто пластмасса вот как здесь пишутся пневматические колеса вот я забыла этот значок пропустила его о том что вы можете контролировать это транспортное средство вперед остановка назад вперед вправо влево в общем она управляется в любом направлении дальше о том что колеса у нее крутятся как вперед так и назад это я так понимаю что наверное подвеска дальше о том что корпус машины выполнен из специального гибкого пластика далее автоматическое выключение контроллера то есть пульта управления и самой машины в течение 30 минут ее не активности и о том что вы можете использовать ее как внутри в помещении так и снаружи и эта информация здесь представлена на многих языках но теперь с вами давайте изучим еще одну часть где тоже очень-очень много всего и так о том что это у нас не предназначено для детей младше трех лет потому что может быть опасно о том что она произведена в китае дальше вот тут у собственно опять предупреждение о мелких частях вот есть возраст от шести лет и старше вот ну и дальше вам указания что нежелательно делать естественно это логичные значки потому что любые батарейки не рекомендуется просто так выбрасывать в мусор и вот у нас указание произведено в китае ну что я думаю что основную такую большую порцию информации мы с вами получили честно скажу это больше чем на у огромного подавляющего большинства машин я распаковывала уже не одно транспортное средство и в том числе на пульте и здесь очень много информации представлена прямо вот сразу на упаковке сразу на коробке и время зарядки и так далее но в общем сейчас мы с вами все это откроем посмотрим и немножечко потестируем так чтобы просто для начала проверить раз нам пишут что она готова к использованию сразу в комплекцию включено вот мы и проверим насколько это соответствует действительности и так ага вот у нас уже с вами первые болтики встречаются вот хорошо что я так его достала здесь у нас много всего идет так что-то мне кажется что вот это наверное это кабель зарядки обычно так их располагают да я оказалась совершенно права вот он кабель вполне стандартный себе юсб вот вот так он выглядит так давайте дальше посмотрим что нам прилагаются здесь в бумагах здесь нас благодарят за покупку этой машины вот и просят обратиться в сервис если вдруг что-то будет не функционировать точно так же есть веб-сайт и можно там все прочитать изучить есть ответы на вопросы и так далее ну а вот это я так понимаю инструкция по эксплуатации опты сколько здесь всего и сразу давайте наверное попробую найти английский вот как вы видите вот он начинается английский и здесь вот он продолжается то есть полноценная страница отводится на один язык но и того это условия гарантии что не так интересно это компания вот снова предупреждение о том что не надо просто выбрасывать о том что это не предназначено для детей младше трех лет ну в общем какие-то такие основные сведения вот это инструкция безопасности о том что оно для оно изготовлено как хобби изделия и так далее и так далее то есть вот самое что лично для меня интересное это наполнение упаковки и так у нас есть одно транспортное средство один пульт управления кабель зарядки вот дальше батарея и две батарейки батарею можно перезаряжать батарейки нет и вот как вам это делать с помощью компьютера в принципе мне кажется что больше здесь никакой такой сильно важной информации мы с вами не получим итак это у нас опять информация о том что не желательно что в нее ударила молния она у вас ездила под дождем под прямым солнцем не класть ее в костер ничем другим на нее не наезжает ну в общем вроде бы как вполне логично дальше это у нас с вами идет опять таки краткая инструкция того где что и как когда мы захотим зарядить но я сразу скажу что сейчас вот когда я распаковывала я не видела чтобы что-то было открыто поэтому специально это доставать и проверять я не буду вот потому что если оно функционирует то и хорошо отдельно его никак не было вот ну и это у нас список всего где находится представительство этой компании всех мест но теперь вот оно наше транспортное средство в реале вот он пульт управления вот машина давайте мы попробуем это все как-то отсоединить так одна есть и попробуем вторая так машина свободно вот давайте мы на нее посмотрим но естественно надпись каррера и так покрутим ее с вами со всех сторон вот они эти пружинки которые нам там были с вами нарисованы на коробке дальше ведь сзади и теперь давайте мы с вами попробуем ее повернуть еще вверх вниз и так вот у нас с вами где включать и выключать сейчас стоит положение выключено это естественно для того чтобы мы с вами могли доставать заряжать что мне нравится здесь не просто защелка здесь болтик безопасность в случае детей на мой взгляд лишней не бывает их любознательности конечно можно порадоваться однако здоровье тоже очень важно поэтому хорошо что за вас об этом подумали вот что мне еще нравится это вот эта вот стрелочка она двигается вот я сейчас не буду потому что я ее еще не запускала соответственно я не знаю как ее лучше поставить в какое положение но зачем она нужна для того чтобы если у машины есть какие-то проблемы проблемы в том чтобы ехать прямо они как правило появляются у подобных машин да и в принципе у многих машин после одного количества столкновений с чем-нибудь использование маленьким ребенком вот вы можете с помощью этого слегка подрегулировать и если например ее уводит в какую-то сторону вы можете попробовать с помощью этого рычажка нивелировать данную ситуацию но поскольку она у нас новая только купленная то я не знаю во первых если у нее подобный недостаток а во вторых если есть то что надо в какую из сторон регулировать поэтому пока я оставлю его так как он есть но вы сами можете мне написать в комментариях если у вас машины с подобной функцией и пользовались ли вы ею ну что вот она наша машина а теперь я думаю что наступает время пульта еще немного еще чуть-чуть и так вот он наш красавец пульт вперед назад вправо влево вот она кнопка включить есть естественно лампочка которая показывает вам включена или выключена и сзади собственно та же самая ситуация что была и на машине отсек с элементами зарядки батарейками зафиксирован на защелку и на болтик два вида защиты что естественно не может не радовать забыла я сказать о материале поэтому вернемся к этому вопросу здесь полностью все пластиковое вот а если говорить о машине то да корпус пластикового не знаю насколько он правда как нам обещают из там какого-то особо хорошего пластика который является гибким но колеса они во первых резиновые во вторых вот видите они надуты действительно там внутри есть какой-то воздух то есть они не просто сразу же прилегают скажем так колпакам вот ну что в принципе это мои какие-то такие первые основные ощущения все приятное гладкое никаких лично для себя и недостатка вот так с первого взгляда выделить не могу ну что пойдемте с вами тестировать попробуем как она едет вот слушается ли и поскольку у нас все включено и уже все вставлено то я надеюсь что никаких проблем с этой проверкой не возникнет ну что вот мы с вами перебрались на другое место где я буду проверять думаю что начнем наверное с того что включим это все дело и посмотрим соединятся ли они для начала друг с другом что могу сказать вот кстати видите лампочка мигает вот на самой машине с вот этим тумблером нет никаких проблем здесь как видите лампочка тоже загорелась а на машине кстати она перестала мигать и горит постоянно то есть я так понимаю что связь у нас все-таки установлено и так пробуем вперед назад теперь попробуем вперед направо назад хорошо теперь вернем ее в кадр и попробуем вперед налево тоже все получается значит что могу сказать управлять легко тумблеры включения выключения что на машине что на пульте достаточно легко перемещаются из одного положения в другое вот поэтому сколько бы не было лет вашему ребенку уверена что у него не возникнет с этим проблем вот и кроме того поскольку здесь очень ограничено место куда может уходить то есть прорезь небольшая слишком сильно он рычаг не переведет и собственно дальше чем положение включить или положение выключить никуда у вас этот рычажок не сдвинется точно также легко двигаются вот эти вот вещи вперед назад вправо влево все это без проблем никаких усилий не требуется все работает без проблем слушается как вы видели машина тоже хорошо вот никакого люфта между тем что надо очень долго вести прежде чем машина начнет откликаться на ваше действие я не заметила здесь буквально легкое ваше движение она поехала и стоит вам отпустить она тут же останавливается ну может пару сантиметров проедет за счет инерции вот но так в принципе она очень послушная поэтому даже если у вас маленький ребенок который будет с этим играть то я не думаю что возникнут большие проблемы поскольку она послушная и усилий для того чтобы на что-либо нажимать или чтобы или заставить машину поворачивать тоже прикладывать не приходится поэтому я думаю что здесь справится абсолютно любой ребенок скорее всего что ни пол ни возраст никакого значения иметь не будут больше имеет значение опыт общения ребенка с подобными игрушками то есть сталкивался ли он понимает ли примерно принцип действия или ему нравится быть в роли обычного стороннего наблюдателя например кто-то из взрослых к примеру папа или дедушка будет запускать эту машину что хорошо что если верить производителю она подходит для игры на улице вот то есть если вы выберете какую-то достаточно ровную площадку то ребенку будет где разгуляться он не будет ограничен пределами комнаты где как правило на пути встречается мебель а то и может быть ковер или другое какое-то покрытие вот которое может препятствовать этому делу ну я думаю что на этом мы с вами будем заканчивать наш обзор вот вот кроме того хочу сказать вам еще раз о том чтобы вы не забывали подписываться на канал ставили пальчики вверх писали мне в комментариях свои впечатления о подобной машинке я же со своей стороны вам обещаю что после того как эта машинка пройдет у нас скажем так опыт какой-то наберется она пройдет у нас тестирование в боевых условиях вот я вам все подробно расскажу в полноценном обзоре я вам расскажу как она перемещается по различным поверхностям причем как внутри дома то есть ворс ковра или вдруг у вас ковровое покрытие по всей комнате или вот как у меня в данном случае абсолютно гладкие полы расскажу как она ведет себя снаружи то есть легко ли она проезжает например если это гравиевая какая-то дорожка или ей нужно что-то абсолютно ровное типа плитки все это я вам конечно же расскажу кроме того я вам расскажу о том насколько хватает заряда батареи сколько длится сама зарядка действительно ли она соответствует тому что заявлено на самой коробке то что нам дает производитель вот расскажу о том не бывает ли сбой в связи между машиной и пультом то есть насколько велик радиус действия после которого машина просто перестает отзываться на любые ваши движения вот а с учетом что как нам указал производитель она может развивать скорость до 12 километров в час то наверное по прямой это может случиться достаточно быстро не обещаю измерить скорость но что могу пообещать так это то что я постараюсь максимально замерить расстояние на которое она проезжает прежде чем мы потеряем связь таким образом у вас будет какое-то впечатление о радиусе действия ну и точно также я расскажу о том насколько хорош этот пластик ломается не ломается как хорошо ведут себя колеса которые вроде бы как резиновые которые вроде бы как накаченные и так далее в общем все 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 я вам обязательно подробнейшим образом расскажу все детали все нюансы постараюсь учесть поэтому к позже когда будет снят обзор на эту машину я ссылочку на него добавлю в описании под этим видео тоже но мы увидимся с вами в следующих моих обзорах и распаковках до встречи